Добрый день! В данном видеопримере мы рассмотрим расследование компрометации кредитных карт с использованием IBM i2 и для сноутбук. Для начала небольшая вводная. Несколько кредитных карт одного восточно-европейского банка были скомпрометированы в какой-то момент времени. Это стало известно после жалоб владельцев карт и других платежных агентов. Что касается отличительной особенностей и критерием объединения нескольких жалоб в одно, это явилось то, что все эти неавторизованные транзакции были совершены в Польше в одно и то же время. Я предлагаю посмотреть стандартный вид тех транзакций, которые были получены для дальнейшего анализа. Как вы видите, здесь в данном файле содержится информация по всем операциям с выбранных карт, которые требуют авторизации с местом, временем и типом терминала. Количество этих транзакций больше 1000, то есть порядка 1500 транзакций за последние 3 месяца. Давайте посмотрим, что у нас получится. Для анализа этих данных воспользуемся автоматическим менеджером для загрузки этих данных. И для оценки достоверности предоставленных данных необходимо убедиться, что карты действительно использовались в Польше, использовались одновременно, и оснований для рассмотрения их операций в рамках одного исследования будет достаточно. Как вы видите, менеджер предлагает нам разбить свою информацию по столбцам, по полям, провести большие операции, в том числе посмотреть, как будет выглядеть итоговая схема. Предлагаю нажать «Импорт», данные автоматически попадают на схему. С левой стороны мы видим те карты, которые были задействованы в мошеннических транзакциях, и места, где эти транзакции были осуществлены с привязкой по времени. Сверху вы можете наблюдать шкалу времени, которая будет вам говорить о том, что данное событие, если даже мы его подвигаем, будет привязано ко времени. Итак, нам нужно узнать, были ли действительно транзакции в Польше. Для этого мы применим фильтр по стране, и посмотрим. Да, действительно было 7 транзакций, как мы видим, вот в этой части схемы они находятся, и было также 211 транзакций на Украине. Перейдем к польским транзакциям, и посмотрим их детально. Предлагаю их выделить цветом. Заполним. Мы видим, что все эти транзакции объединены по времени, и скорее всего, все эти карты были задействованы в одной и той же афере. Вот, мы подтвердили тем самым наше предположение. И теперь я предлагаю вот этой схеме перейти к схеме ассоциаций. То есть, берем данные, но в другой я вам покажу. То есть, также менеджер нам показывает, как мы можем загрузить эти данные. Как вы видите, здесь схема ассоциаций, кредитная карта, и там, где данная карта была использована. Нажимаем «Ибор». Как мы видим, количество транзакций достаточно много. Здесь представлены как обильно и магазинами, так и банкоматами. По углам здесь расставлены наши кредитные карточки. Итак, с помощью функции анализа социальной сети на полученной схеме мы хотим увидеть все те терминалы, которые были использованы несколькими картами одновременно. Для этого есть специальная аналитическая функция, которая называется «Близость». Вычисляем эту близость. И система автоматически нам выдает три банкомата, в которых, по мнению системы, все эти карты были использованы одновременно с вероятностью 44%. Предлагаю их выделить и перенести на отдельную схему. Как мы видим, действительно, система не ошиблась. Все эти карты были использованы в данных банкоматах. Представим схему в виде иерархической структуры. Далее я предлагаю посмотреть временную диаграмму, когда была совершена самая первая операция по карте и самая последняя операция. Тем самым выделить тот временной диапазон, в котором, возможно, все эти банкоматы будут находиться в скомпрометированном состоянии. Для этого мы загружаем данные с уже сохраненной спецификацией. Условия будут следовать, что мы будем спадать не количество вхождений, а именно множественные соединения. Как мы видим, транзакций достаточно много. Все эти транзакции представлены на схеме. Выделяем все эти банкоматы, которые были скомпрометированы с вероятностью 50%. Добавляем их в схему. И изменяем формат представления для того, чтобы посмотреть, когда была совершена самая первая транзакция и самая последняя транзакция с компрометированным банкоматом. Итак, давайте несколько поработаем со схемой, отсортируем, то есть выделим карточки. Перенесем эти карточки в левую часть схемы, поскольку так, мне кажется, будет более наглядно для людей, которые пишут слева направо. И также банкоматы перенесем в левую часть схемы. Мы видим, когда совершались данные транзакции в виде таких соединительных линий. И видим, что данная транзакция была совершена в 3 часа ночи 1 января 2012 года. И самая последняя транзакция по карте в компрометированном банкомате была совершена в 6.30 утра 4 января. Тем самым выделяем эту область. На данной схеме мы видим тот отрезок времени, в который данные банкомата находились в скомпрометированном состоянии. И общая схема по всем транзакциям. Данные схемы очень удобно использовать в виде доказательств. Спасибо за внимание.